Все исторические документы Сургута и Сургутского района теперь в одном месте. Муниципальный архив, наконец, отпраздновал новоселье, переехав в новое здание. Ранее с фондами работали в семи помещениях в разных концах города. В распоряжении учреждения теперь просторные площади, специализированное оборудование для хранения, восстановления документов и для создания их цифровых дубликатов. О новых возможностях Юлия Тихонова. Шесть хранилищ площадью в 5000 квадратных метров. В помещении, где лежат документы, температура всего 17-19 градусов, влажность воздуха не выше 55%. Это оптимальные условия для бумажной истории. Городской архив обрел свой новый дом. В этом хранилище живет история Сургута и Сургутского района. Долгие годы летопись была общей, но само учреждение и по сей день объединяет фонды двух муниципалитетов. От управленческих указов до метрических книг. Самому старому экземпляру более полутора веков. Есть записи 19 века, которые вели священнослужители. За всеми раритетами тщательно следят. Если документ нуждается в реставрации, его отправляют в лабораторию. Раньше приходилось проводить процедуры за пределами города. Теперь специальное оборудование есть и в Сургуте. Осматриваем листы, видим, что они довольно-таки ветхие, слабые. Наша задача сохранить в дальнейшем этот документ, которому уже 83 года. Первым делом, что мы с документом должны сделать, его очистить от ненужных примесей, от ненужных частиц. Для этой цели мы перемещаем документ в специальную ручную установку для очистки документов с перабула. Ольга Татаренко 15 лет служит в городском архиве. Сейчас с воодушевлением делится впечатлениями от новой лаборатории и рассказывает о процессе работы с документами. После очистки страницы расклеивают с помощью пара. Если необходимо, реставрируют. Затем отправляют на вакуумный стол. Благодаря такому столу можно использовать механическую систему реставрации. У него есть вот такой поддон, такая раковина, которая может использоваться как листозаливочная машина. Мы можем дорастить документ до нужного состояния. Потом на сутки его оставляют под прессом. После пресса документ направляют на прошивку. Это конечный этап его реконструкции. Делают это с помощью автоматизированного станка. Отмечу, что таких всего два в Югре. В Сургуте и в Нижневартовске. Машина значительно сокращает время на прошивку. Почти все делает оборудование. Человеку остается только завязать узелок на готовом экземпляре. Долгое время городской архив ютился в стесненных условиях в семи помещениях в разных концах Сургута. Теперь все филиалы работают в новом здании. Сейчас в архиве хранятся более 150 тысяч документов. В резерве место для еще 700 тысяч документов и книг. Порядка двух лет мы не могли принимать документы. Мы, конечно, обоснованно отказывали в приеме документов войти в наше положение. Учитывая, что мы знали, что в скором будущем будет решаться этот вопрос. Поэтому часть из них, лишь малую толику, мы принимали. В здании есть кабинеты для временной акклиматизации, дезинфекции, дезинфекции документов. Читальный зал, интерактивные блоки. Сюда могут приходить студенты, историки, краеведы и комфортно работать. У нас уже будет настоящий в Сургуте архив самый крупный в округе. Но это соответствует нашему с вами развивающемуся динамичному Сургуту. Будущего нет, если нет прошлого и нет настоящего. Те современные условия, которые сегодня получил архив, точно дают нам уверенность, что история каждого человека, судьба предприятия, интересные события и факты здесь точно будут сохранены для наших потомков. Возможность переезда появилась при поддержке городских и окружных властей. Регион приобрел здание для архива. Оно обошлось в 350 миллионов рублей. Из сургутского бюджета выделили средства на комплектацию и оборудование. Сейчас специалисты осваивают новую технику и с уверенностью заявляют, история города и района под надежной защитой на десятки лет. Юлия Тихонова, Денис Зонов, Сургут Интерновости.